Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука, 25 апреля. Вот я сейчас занимаюсь высадкой томатов в открытый грунт, но зашла к вам, ой, зашла, чтобы вам показать, зашла сюда, как через пасынок вырастить сломанный томат. Начала осматривать, все-таки месяц прошел после высадки, когда-то уже такая, вот ровно месяц назад, в конце марта я высадила томаты. И начиная осматривать томаты, я даже не обращала внимания, я увидела, что на них уже висят помидорки. Вот на этом, туда я сижу на корточках, переползти не могу, на другом, маленькие-маленькие плодики. Но это, конечно, успех у нас в сибирском регионе, чтобы в апреле уже были завязи плодов, это очень хорошо. Ой, Надюша, давайте вставать. Сейчас я вам покажу общий обзор, и казалось бы, вот так, если бы я внимательно не присматривалась, их и не видно. Вот, встроенными рядами стоят, цветут, но если присмотреться, вот еще тоже плодик. Это значит, что у них опыление идет прекрасно. Я боялась насчет этого, потому что очень, ну, я говорила, жара аномальная, выше 30 градусов. Я боялась, что очень часто пишут, что при такой температуре пыльца становится стерильной, что она не опыляется. Но я все-таки каждый день ходила и вот так вот их потряхивала, чтобы немножко помочь им. Все, первые зеленые плоды. Теперь самое главное в такую жару вовремя их поливать, чтобы они налились, сформировались в полноценные томаты. Ну, начало положено месяц после высадки, вот с 28 марта по 25 апреля. Ну, почти месяц прошел удачно. Все идет по тому сценарию, как я планировала. Пока все хорошо, я очень рада. Сейчас пойду снимать вам видео, что делать, если томат сломался у вас и нечем заменить. Кстати, хочу озвучить лидеров на сегодняшний день. Вот первые томатики завязи дали ботяня и любимый праздник. Как раз те сибирские сорта, которые я говорила, что я их всегда для раннего урожая сею, вот эти проверенные наши сибирские. Вот они и дали мне первые вот плодики. Спасибо. Спасибо.